Когда меня спрашивают, как отделять искусство от неискусства, ребят, искусство это то, что может быть создано только творцом, автором и никем другим. А неискусство это то, что может повторить каждый. Я думаю, любой может прибить яйца к прущатке, и любой может сфотографировать голых девочек на пляже, если мы говорим об этой выставке. Поймите меня правильно, все товарищи, я не ханджа. Я всем ребятам говорю, я не ханджа, я с удовольствием рассказываю анекдоты, я все это видел, но если вы говорите об искусстве, тогда в таком случае скажите мне, почему бы не сделать выставку, скажем, этого скандального художника, который снимает на нудистских пляжах, и попросить его представить 40, ему нужно было всего 40 фотографий, 40 фотографий, не связанных с нудизмом. Если он хочет показать, если он художник, или как он называется, фотохудожник, значит, фотоаппарат всегда при нем. Я думаю, что вот Екатерина Рождественская, которая наш фотохудожник, большой художник, она может сделать 10-15 выставок из 40 снимков на совершенно разные темы. Не обязательно вот тех вот персонажей, которые она снимает в царских одеждах, или исторических, с чем она прославилась. Так вот, у него должно быть таких по 40, таких 10-15 по 40 серий, которые можно было бы поставить, и которые бы ни в коем случае никого не провоцировали, и не эпатировали. А если вы выставляете выставку, и она состоит из двух слов, допустим, такой-то художник, а потом без комплексов, или там без запретов, то вы однозначно идете на провокацию. Отберите у него фотографии, которые мне совершенно все равно, кем он был в прошлой жизни. Мне абсолютно все равно, чем он занимается. Если он привез произведения искусства, покажите мне произведения искусства. Но в таком случае будьте уверены, что в любой стране, а не только в нашей, некоторые произведения искусства будут приняты в штыки. Хотя они могут быть признаны произведением искусства в одной стороне, в другой они могут быть, ну скажем, не столь, приняты совершенно по-другому. В Норвегии, допустим, или в Швеции, где более толерантное общество к гомосексуализму, фотографии с гей-парадов, допустим, они могут стоять на обложках журнала. У нас на обложке журнала, на обложке газеты «Известия» лучше их не ставить. Вот такая другая страна. Давайте все-таки подходить нормально. Если вы хотите в Чечне встроить выставку гомосексуалистов, фотографий, то вы знаете, что она будет принята в штыки. Лучше не делать то, что провоцирует. Так вот эта выставка была сделана специально для того, чтобы провоцировать. Так же, как прибитые яйца к брусчатке. Для того, чтобы провоцировать. Никакого отношения к искусству они не имеют. Меня постоянно пытаются, опять же, ущемить вот чем. Говорят, ну как же так, в Эрмитаже, голенькие, пухленькие, вот эти вот хирургимчики нарисованные. Я говорю, вы знаете, что я могу сказать? Это нарисованные хирургимчики, а здесь реальные девочки. Во-вторых, еще один интересный момент. Для того, чтобы нарисовать хирургимчика, нужно обладать определенным мастерством, и хирургимчик рисуется неделю, месяц, год. Для того, чтобы снять девочку, нужно 10 секунд. Челк, все. Поэтому сравнивать произведение искусства, висящее в Эрмитаже, и фотографии, сделанные на Нудийском пляже, ни в коем случае нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok